Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шары. Сегодня в выпуске. В планы вмешалась чрезвычайная ситуация. В доме на проспекте Металлургов на пять лет раньше запланированного срока начался капитальный ремонт фасада дома, с которого этой зимой обрушился балкон. Судьба хрустального пеликана решается в эти минуты в Москве. Лучшие учителя России борются за главный приз всероссийского конкурса. Цветет, невзирая на осень. В Самаре продолжается программа по озеленению. Активное участие в ней принимают не только жители, но и целые организации. Не было бы счастья, да несчастье помогло. В доме на проспекте Металлургов, с которого минувшей зимой обрушился балкон, начался капитальный ремонт. Работы были запланированы через пять лет, но обстоятельства заставили изменить планы. Напомню, ЧП произошло в конце февраля. Балкон, который уже находился в аварийном состоянии, не выдержал веса снега, скопившегося там, и рухнул с четвертого этажа. Как обстоят дела сейчас, расскажет Олеся Карецкая. Дом номер 12 по проспекту Металлургов. В конце зимы здесь обрушился балкон. По счастливой случайности никто не пострадал. Сейчас дом в строительных лесах. Начинается капитальный ремонт фасада дома с восстановлением демонтированных балконов и тех, которые находятся в аварийном состоянии. Пока идут подготовительные работы. Подрядчик проводит обследование аварийных мест. Вновь восстанавливаться точно будет три балкона. Демонтироваться минимум четыре и вновь восстанавливаться. Десять балконов будет усиляться, остальные просто ремонтироваться. Изначально ремонт фасада в доме был запланирован на 21 год. Но после падения балкона активные жильцы решили процесс ускорить. Обратились в управляющую компанию, районную, городскую администрации, областное правительство и фонд капитального ремонта. Было принято решение восстановить фасад раньше, чем планировали. Закончить работы подрядчик обещает к декабрю. Дом строили в 50-х годах прошлого века. После восстановления фасада нужно добиваться капитального ремонта самого здания, говорит старшая по дому Ольга Широкова. Предстоит переделать водостоки, канализацию, проводку, перекрытие. Чтобы дело двигалось, нужно активное участие всех жильцов. Некоторые решения можно принять только на общем собрании. Однако люди заняли выжидательную позицию и даже на встречу с подрядчиком не вышли. К сожалению, к сожалению, жильцы вкладывают деньги, а в содержание жилья не желают. Хотя это также неправильно. Потому что дома необходимо ремонтировать, необходимо содержать в надлежащем порядке. Мы будем следить за развитием темы. Олеся Корецкая, Григорий Плешаков, События. Судьба 27-го хрустального пеликана решается в эти минуты в Москве. Это главный приз всероссийского конкурса «Учитель года». Итоги соревнования подводятся в Кремле, а в выходные заключительный список суперфиналистов определился в Самаре. На закрытие финального этапа конкурса побывал Олег Зверев. Они в последний раз вышли на эту сцену все вместе. 15 финалистов. Это те, кто своим трудом готовит будущую славу России. И в их числе представитель Самарской области. Учитель из Сызрани Анжелика Зимина. И пятеро суперфиналистов, из которых будет назван только один – учитель года 2016. Всех ожидает прием на высшем уровне в Кремле. Именно от вашего труда зависит, каким будет будущее нашей страны. И вот конкурс позволяет нам с уверенностью говорить, что будущее будет нашим блестящим. Для Самары в этом году выпала особая честь принимать финал всероссийского конкурса. Можно без преувеличения сказать, что за этим следила вся педагогическая общественность мира. Просмотрены десятки уроков. Изучены самые разные методики. И каждая из них, как научное открытие, достойная самой высокой оценки. Очень важно, что в нашей великой стране есть такая система образования. И, конечно, наша задача – ее удержать. Чтобы она оставалась фундаментальной. Она поменьше подражала, поменьше заимствовала, не думая. Что, конечно, победителями являются все учителя. Все учителя России. Потому что у нас праздник. А это просто те люди, которые сейчас на вершине являются полномочными представителями нашей системы образования. По признанию членов жюри, каждый из участников достоин того, чтобы стать учителем года России. Но правила таковы, что победитель только один. Уже в Самаре бесспорным фаворитом стал Александр Шагалов. Учитель литературы из Ромавира. Это Краснодарский край. Сам Александр Михайлович говорит, что за лаврой особо не переживает. Но по олимпийскому девизу само участие в конкурсе стало для него лучшей наградой. Мне очень понравилась эта земля. Самарская область, река Волга. Многие из нас никогда здесь не были из участников. Всегда приехала вся Россия. Поэтому большое спасибо Самарской земле за то, что так нас приняли. И главное чувство – это чувство дружбы между конкурсантами. А кто в итоге станет 27-м обладателем «Крустального пеликана» станет известно уже сегодня вечером. Олег Зверев, Артем Сулайманов. События. Конкурс «Учитель года» в Самаре длился 10 дней. За это время город показал себя с лучшей стороны. На отличную подготовку оценили эксперты и участники. Две школы – 41-ю и 132-ю, где соревновались учителя, отремонтировали, организовали видеотрансляцию. В порядок привели внутри квартальные дороги. Высокий уровень знаний учеников и профессионализм самарских педагогов отметила и министр образования России Ольга Васильева. В день открытия конкурса она познакомилась с работой 148-й школы. Это был случайный выбор всего списка образовательных учреждений города. Кроме конкурсных состязаний, учителей из 85 регионов страны ждали экскурсии по городу. Финалисты отметили, что превзойти Самару по части организации и творческого подхода будет очень сложно. Все хором сказали мне, что мы сможем такое придумать, чтобы оказаться в чем-то, может быть, интереснее, чем город Самары. Конечно, это были тяжелые дни, но очень продуктивные для самарского учительства, потому что очень многому тоже мы научились параллельно. Огромное количество наших людей было задействовано, и этот опыт, он совершенно бесценен. Это, конечно, большая ответственность, это и престиж, это и честь определенная. Проведение такого конкурса, оно даст, конечно, такой заряд, некий такой импульс, может быть, выступит катализатором для всех тех педагогов, которые преподают в нашем городе, и это создаст еще и дополнительную систему приоритетов для их развития. Самарские полицейские почтили память своего коллеги, героя России Магомета Нурбагандова. В начале июля он был убит боевиками, отказавшись нарушить присягу. Подробности его гибели стали известны меньше месяца назад, когда сотрудники ФСБ в ходе спецоперации уничтожили террористов, и у одного из них нашли смартфон, на который боевики снимали расправу. На торжественном построении в память о поступке лейтенанта полиции Магомета Нурбагандова побывала Алина Чемерес. Эти кадры уже видела вся страна. Дагестанский полицейский Магомет Нурбагандов в плену у боевиков. Его поставили на колени, но заставить изменить присяги не смогли. Все случилось 10 июля, когда после семейного пикника Магомет и его двоюродный брат Абду Рашид остались переночевать в лесу. Бандиты напали ночью. Сначала на глазах у Магомета убили брата, потом его самого. Видеозапись расправы выложили в сеть. Но ту часть, где Нурбагандов призывает коллег продолжать работать в полиции, боевики намеренно вырезали. Как все было на самом деле, стало известно лишь в начале сентября, когда в ходе спецоперации сотрудники ФСБ уничтожили террористов и нашли телефон, где хранилось видео. За верность присяге Магомету Нурбагандову посмертно присвоили звание Героя России. Когда я смотрел этот ролик, у меня в груди защемило. То есть это, несомненно, был геройский поступок. Хотя он знал, что даже несмотря на то, что он сказал эти слова, он знал, что его все равно убьют. Поступок Магомеда Нурбагандова стал примером для всех российских полицейских. Самарские коллеги почтили память Героя минутой молчания. На торжественном построении сотрудники полиции и общественники. Акция памяти проходит в Ленинском районе города. В боевых действиях это одно дело, когда человек с оружием, защищаясь, и может какой-то совершить поступок. Здесь же человек неожиданно был захвачен в плен, но честь свою и присягу, которую он давал в служении Родины, он не опозорил. И даже больше того, он призвал всех практически бороться с этим бандитизмом. Слова Героя России Нурбагандова «Работайте, братья» стали девизом сотрудников полиции, с которым они каждый день будут выходить на службу. Последние слова Магомеда Нурбагандова теперь на наклейках. В Самаре их напечатали более тысячи экземпляров. Такие выпускают по всей стране, расклеивают на патрульные машины. Как на путстве ныне работающим полицейским. В Самаре пустеют детские дома. Все меньше детей остаются в специальных учреждениях. Почти три тысячи самарских малышей остались сиротами или без попечения родителей. Но 90% из них уже забрали в приемные семьи или усыновили. В детских домах остается около 270 детей, в два с лишним раза меньше, чем четыре года назад. Чтобы избежать коррупции при передаче ребенка в семью, в Самаре создали автоматизированную электронную систему АЭСТ. Пока это пилотный проект. Все заявления регистрируются в электронном виде. Система позволяет сохранить полную конфиденциальность, при этом полностью предоставить информацию о ребенке, а также соблюсти сроки, установленные для усыновления. В базе данных системы сейчас 137 анкет детей. В последнее время у нас кандидатов в приемные родители увеличилось в десятки раз. Если в 2005 году у нас было пять кандидатов в усыновители и в приемные, то сегодня у нас более 200 родителей стоит в очереди на получение для того, чтобы взять ребенка в семью. А теперь коротко о других темах дня. К сентябрю 2017 года в Самаре планируется отремонтировать участок улицы Демократической протяженностью полкилометра. Сейчас региональный Минтранс ищет подрядчика. Работы будут выполняться между Волжским шоссе в районе остановки Орион и улицей Новосадовой. Стоимость контракта 47,5 миллионов рублей. Подрядчик должен будет срезать старые покрытия, расширить дорогу до 4-5 полос, обустроить тротуары и прилегающую территорию. Спасатели оказывали помощь альпинистам на горе Верблюд в Самарской Луке. С площадки скалы, где проходил сбор спортсменов, упали два человека. Один при падении травмировал грудную клетку, второй получил черепно-мозговую травму. Причем упали пострадавшие в труднодоступное место, откуда достать их спасателям оказалось непросто. На носилках их переправили к подножью горы, где передали врачам скорой медицинской помощи. После съемок известного телевизионного проекта в ресторанах Тольятти прошли прокурорские проверки. В августе ведущая одной из популярных передач посетила несколько заведений Автограда и жестко их раскритиковала. Результатом стало проведение ряда проверок со стороны прокуратуры совместно с представителями службы по защите прав потребителей. Выяснилось, что во всех заведениях нарушаются требования санитарных правил. Решается вопрос о применении мер административного воздействия. В Самаре приведут в порядок еще один памятник архитектуры. В здании Соколовской богадельни с домовой церковью святых апостолов Иакова и Иоанна, которая расположена на пересечении улиц Мичурина и Чкалова, отреставрирует кровлю и фасад. Здание было построено в начале 20 века за счет купцов Соколовых, как благотворительное заведение для содержания престарелых, инвалидов и других нетрудоспособных лиц. Стоимость работ составит 679 тысяч рублей. Архитектурное оформление фасадов, оформленное в стиле эклектики, будет сохранено. Хорошая новость от синоптиков. Начало рабочей недели в Самарской области будет теплым. В ночь с понедельника на вторник столбики термометров поднимутся с 6 до 11. В дневные часы во вторник 4 октября воздух прогреется до 16-21 градусов. Синоптики сообщают, что теплую погоду в Самарской области определяет воздушные потоки с Атлантики. А вот о чем мы расскажем в следующих выпусках. По делу проходит более 40 человек. В Самаре судят черных риэлторов, которые обманом забирали квартиры у стариков. Экстренный рейд в неблагополучную семью прошел в Самаре. Если многодетные родители не исправятся, их лишат родительских прав. Асфальт в два раза тоньше, чем должен быть по ГОСТу. С сегодняшнего дня начались проверки отремонтированных дорог и тротуаров. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго, увидимся!